Грузовик МАЗ Сергея Визовича стал первопроходцем на алтайском этапе шелкового пути в селе Расказиха. Знаменитые ралли здесь проходят уже второй год. Впервые организаторы нагрянули в край в 2021. Люди, гостеприимство, настоящее, неподдельное, искреннее сибирское. Участникам здесь приятно находиться и принимать пожелания, собрали пути от местных жителей. Конечно же, Алтайский край имеет такую точку притяжения нашего ралли. Конечно, сказывается и организация этапа со стороны края. К приему гостей готовились задолго. В первую очередь постарались для зрителей. Организовали развлекательную программу и зону без ограничения скорости. Кстати, скорость доходила до 170 км в час. Часть покрытия позволяла. В некоторых местах 133-х километрового спецучастка до Акутихи поработали грейдером. Однако дальше из-за ям пилотам пришлось не сладко. Они будут там лететь, лететь и 90 км в час. Это максимально сложный участок, именно от Листрянки до Многозерного. А там грязь или камни? Толея огромная. Где-то после прошедших дождей у нас это все размыты дороги. Основной проблемой стали все же узкие дороги и пыль. Некоторые преследователи даже предпочитали сбавлять скорость из-за плохой видимости. Были и форс-мажоры. Например, упавшее дерево. Кроме того, кто-то натянул ленту на правильном пути, вследствие чего экипаж МАЗа проехал дальше. После разворота белорус Сергей Визович и Эдуард Николаев на КАМАЗе едва разъехались. Два километра проезжая, в лоб вылетает Сергей Визович. И мы чудом, чудом просто разошлись. Мы уже думали, все, разобьемся. Для спортсменов в классах менее профессиональных все прошло более гладко. У того же любительского гранд-тур проблем почти не возникало. Коллеги впереди убрали все препятствия. Да и нагрузка на авто, как и требования к нему, меньше. В нашем классе это практически стоковая машина. Ну, понятное дело, кто-то занимается подвеской, кто-то занимается безопасностью, каркасом безопасности и так далее. Но основное это резина. То есть, то, что касается шина, она должна быть универсальной для песка и для грязи. Сегодня в республике Алтай на спецучастке по Чуйскому тракту протяженностью 164 километров прошел финальный этап чемпионатов страны Российской автомобильной и мотоциклетной федерацией. Далее участников шелкового пути ждет Монголия. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.